Всем привет, мои дорогие! В моей голове накопилась очередная порция стильных ошибок, которые я наблюдаю на улицах города, поэтому в сегодняшнем видео я хочу поговорить именно о них. Итак, с наступлением холодов наш гардероб меняется, в том числе и обувь, и вот что я заметила. Почему-то именно в России женщины очень любят так называемые полусапожки. Это такая обувь, которая может быть на каблуке или без каблука, на платформе, что еще хуже, высота которой достигает вот как раз самой широкой части икры. И вот что самое интересное, что надевается такая обувь у нас абсолютно подо всем. Будь то классическая удлиненная юбка-карандаш, коротенькая юбка, брюки, укороченные брюки, кюлоты, джинсы и ужас поверх джинс. В общем, очень часто такая обувь у некоторых женщин является очень универсальной, подо все подходящей. На самом деле это, конечно же, не так. Могу с абсолютной уверенностью сказать вам, что это наихудший вариант обуви для нашей ноги. Это как раз тот вид обуви, в которой мы не только не смотримся стильно, но и обувь, которая очень утяжеляет нашу ногу и вообще, в принципе, портит весь образ. Что я предлагаю? Приобретайте либо очень укороченные ботинки, ботильоны, либо, наоборот, сапоги, которые доходят хотя бы до колена, ну или выше, уже более удлиненные, сапоги ботфорта. Всегда старайтесь выбирать обувь, высота которых заканчивается как раз на самой тонкой части вашей ноги. Соответственно, это щиколотка, это подколенная часть, ну и выше. Следующая деталь зимнего гардероба, которую хочется обсудить, это, конечно же, такой головной убор, как шапка. Что хочется посоветовать по данной теме? Во-первых, перестаньте покупать чересчур обтягивающие, стягивающие вот эти вот тонкие шапочки. Во-первых, это не модно, во-вторых, это смотрится смешно в некоторых случаях, ну а в-третьих, это портит просто вашу внешность. Конечно, отдавайте предпочтение более каким-то свободным вариантам и плюс ко всему старайтесь, чтобы из-под шапки виднелись волосы, раз уж вы предпочитаете носить именно вот шапки зимой. Не нужно прятать все волосы туда, под эту самую шапку. Что касается норковых шапок, здесь то же самое. Если вы покупаете себе норковую шапку, пусть это будет шапка абсолютно простой формы, без всяких висюлек, лапок, узоров и так далее. Почему-то наши прекрасные женщины до сих пор любят вот такие норковые шапки, чтобы на них обязательно была какая-нибудь изюминка. На самом деле сейчас, как я увидела, существует очень большой выбор шапок из разного меха, которые смотрятся очень аккуратно, они сделаны простой нормальной формы, которые не обращают на себя лишнего внимания. Шапка ни в коем случае не должна быть никогда вообще, в принципе, главным акцентом, главной деталью вашего наряда. Шапка лишь должна гармонично вписываться в ваш весь образ. Лично я советую приобретать головные уборы в виде классических беретов, они могут быть в утепленном также варианте, либо же аккуратные такие шапки, выполненные из мягкой крупной вязки. Не ленитесь по многу раз примерять, долго выбирать головной убор в магазине. Пусть к тому же это будет какой-то натуральный классический цвет. Следующая стильная ошибка холодного сезона связана с верхней одеждой, а точнее с ее длиной. Очень часто вижу такую картину, когда девушки или женщины надевают пальто, которая по длине не закрывает торчащие из-под него юбки или платья. Это визуально сразу же нарушает всю гармонию вашего образа. Поэтому при выборе верхней одежды на зиму сразу прокручиваете у себя в голове свой гардероб и находите ту вещь, приобретайте ту вещь, которая прикроет хотя бы большую часть ваших платьев или юбок. Ну а если ваше платье или юбка все же выглядывают из-под пальто или шубы, на этот случай я советую все-таки иметь даже в холодное время года какую-то более укороченную, теплую вещь, чтобы можно было как раз надевать ее в таких случаях. Тогда это будет смотреться более гармонично. Этот цвет, конечно же, для тех, кто хочет и в верхней одежде выглядеть стильно и утонченно. Еще одна ошибка, которую я часто наблюдаю у девушек, это рубашка поверх нижней одежды, которая вообще-то должна быть заправлена. Я имею в виду примерно вот такие модели, как у меня на картинке, которые очевидно были созданы для того, чтобы надевать их вовнутрь. Прюк, юбок и так далее. Рубашки, которые носятся поверх джинс или брюк имеют немного другой фасон. Они более свободные внизу и низ у них тоже прямой. Кстати, тут же добавлю, в принципе, вообще будьте осторожны, выбирая обтягивающий низ и обтягивающий верх. Пусть это будет что-то одно. Ну и напоследок еще одно сочетание в одежде, которого стоит избегать. Когда мы надеваем юбку-карандаш, нужно очень с большой осторожностью подходить к длине выбранного топа, особенно если этот топ надевается поверх юбки. В таком случае убедитесь, что выбранный вами топ не длиннее основания, начала вашего бедра, вот этой косточки. В обратном же случае вы нарушаете все пропорции и ваш низ смотрится гораздо тяжелее и короче, чем верх. И это вместе с тем, что вообще-то юбка-карандаш способна, наоборот, вытянуть нашу фигуру и удлинить визуально наши ноги. Поэтому, если вы совершаете такие ошибки, то скорее исправляйте их. Если же нет, то подсказывайте и советуйте дорогим. И если мои советы вам показались полезными, то ставь лайк. Спасибо вам за очередной просмотр и до встречи в следующем видео. Всем пока!